Можно же говорить? Да, поехали. Впервые на Евро выступает и сборная России, и сборная Украины. Переживают ли россияне за своих южных соседей, и переживают ли украинцы за своих северных? Специальный корреспондент популярного российской газеты «Советский спорт» Артем Локалов, наверное, может нам что-то рассказать на эту тему. Артем, можете в процентном соотношении оценить, сколько россиян переживают за сборную Украины? Я думаю, что более 50% переживают за сборную России, это точно. Мы проводили на сайте «Советского спорта» как раз накануне опроса, будете ли вы болеть за сборную Украины. Большинство отвечают, что да, мы будем болеть за сборную Украины, ну, естественно, после сборной России. Но, с другой стороны, велик процент, что мне эта сборная совсем неинтересна. То есть, вот такие полярные взгляды на сборные. Но я думаю, что большинство людей все-таки будет поддерживать сборную Украины на Евро. И здесь, вот, в фан-зоне, наблюдая за матчами России и Чехии, и общаясь с народом, то есть, большинство тоже высказывается, что, ну, а за кого нам болеть, как не за сборную России? У меня дед из Курска, у меня сестра в Люберцах живет. Ну, понятно, что у всех родня, у многих родня в России. Ну, естественно, есть те, кто высказывает, что мы против, нам сборная России никак не улыбается. Но я думаю, что это все-таки меньшинство, это радует. А для сборной России и для ее болельщиков хорошо или плохо, что в матчах группового турнира подопечные дико адвоката проводят в Польше, а не в Украине? Ну, я думаю, что для Украины и для российских болельщиков было бы, конечно, круто, если бы мы играли здесь, на территории Украины, и людей больше бы приехало, да, и больше бы было дохода украинским продавцам, производителям товаров различных. Ну, это минус, конечно. С другой стороны, плюс, что мы не попали в одну группу с Украиной, потому что, как говорят, там вмешалась бы политика так или иначе, начались бы эти пересуды, да, и болельщики, может быть, там как раз вот это вот противостояние России и Украины, да, сказалось бы, там, ну, лучше, наверное, встретиться в финале, конечно, такая мечта, но вполне возможно, что осуществится. Кто-то из коллег мне буквально сегодня говорил, что есть ревность, как бы, и ревность именно со стороны российских болельщиков вызвана воспоминаниями о 1999 годе, голе Шевченко на Лужниках. Действительно какие-то болельщики это еще помнят? Ну, я не знаю, мне кажется, уже отболело, хотя чувствительное поражение было тогда, да, но мы не попали, опять же, в одну группу за сборную Украины. Естественно, были бы воспоминания, всплыли бы вновь. Сейчас мы по разные стороны баррикад, вот, если мы пересечемся, тогда, да, вспомнят и гол Шевченко, да, и там матч, который был в Киеве, первый, когда проиграла тоже сборная России. Ну, а пока, мне кажется, что нет, нет такого. Да, дай бог, чтобы мы пересеклись, спасибо.